Во втором заседании Общественного совета по подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы за Родину приняли участие представители политических партий, дипломатических миссий, общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, деятели культуры, представители экспертного сообщества и СМИ. Китайский посол в Молдове заявил, 70-летие Дня Победы – праздник для всего мира. В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция о праздновании 70-летия окончания Второй мировой войны. Проект резолюции был выдвинут более 80 странами, в том числе Китаем и Россией. В документе подчеркивается, что Вторая мировая война причинила глубокие страдания человечеству. В этой связи было принято решение провести специальное торжественное заседание Ассамблеи ООН в память о жертвах войны. В знак уважения к героизму воинов-освободителей участники мероприятия надели георгиевские ленты – международный символ борьбы с фашизмом. В рамках заседания был рассмотрен предварительный план празднования Великой Победы. По словам руководителя Российского центра науки и культуры, важно, чтобы каждый внес свою лепту в его организацию. Если у нас, конечно, будет связь с орбитальной станцией, то и это будет на центральной площади, то это будет, конечно, важным, очень важным, очень существенным, если не самым центральным событием празднования. В общем, я призываю всех к конструктивной, конкретной и очень напряженной работе. Поскольку это оргкомитет, оргкомитет должен работать. И в оставшееся время работать постоянно. Лидер Совета за Родину Игорь Тулянцев подчеркнул, празднование 9 мая должно быть общенациональным, без политических лозунгов и флагов, консолидирующим общество. Для начала мы пронесем громадную георгиевскую ленту, вы о ней знаете, гигантских размеров, которая была внесена в Книгу рекордов Гиннеса, по пути, к которому шел Алексей Ильич Бельский, когда освобождал Кишинев. И вот мы дойдем до центральной площади Кишинева, развернем громадное красное знамя, и после этого состоится связь с Международной космической станцией. Особое внимание участники мероприятия также уделили важности информационной работы с населением страны, такой как популяризация символики Победы, организация патриотических выставок, трансляции роликов об итогах и жертвах Великой Отечественной войны на русском и молдавском языке. Лидер движения «За родину» выразил надежду на то, что власти нашей страны также примут активное участие в подготовке к празднованию 9 мая.